МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для города Краснодара, а, довольно традиционно, и, б, я думаю, что в любом городе жители очень переживают о состоянии дорог. Так вот, о краснодарских дорогах мы сегодня и будем говорить. Гость нашей сегодняшней программы, заместитель директора департамента строительства и администрации Краснодара, Борис Сухов. Здравствуйте, Борис Борисович. Добрый день. Ну, опять же, здесь, в этой студии, наши с вами встречи проходят на довольно регулярной основе, особенно вот в такое время года, когда зима заканчивается и весна начинается, мы традиционно с вами строим планы определенные, как будут ремонтироваться, как будут реконструироваться дороги города Краснодара. Если, ну, вот так вот, по прикидкам, сравнивать 16-17 год, по объемам мы примерно то же самое будем делать, или есть какие-то подвижки в ту или иную сторону? Ну, я скажу, если сравнивать 16-17, то 17-е для нас, дорожников, будет настолько напряженным, что отдыхать будет никогда. Тогда вот эта напряженность, она связана в большей степени с, я не знаю, там, с финансированием, там, его нету или, наоборот, его много, или с объемами работ, то есть их будет меньше или больше, нежели в 16-м году? С объемами работ, под то финансирование, которое нам выделяют в этом году, это, прежде всего, федеральный бюджет и краевой бюджет, объемов работ будет очень много. Мы ставим себе задачу вместе с краем выполнить 70 километров ремонта уличной дорожной сети. 70 километров ремонта. Мы с вами как-то говорили о том, что есть ремонт ведь разный, да? Есть ямочный ремонт, есть там текущий ремонт, есть капитальный ремонт, когда перекладывают не только верхний слой, но и то, что находится ниже. Вот эти 70 километров, это общего ремонта или здесь есть какие-то более конкретные? Нет, я ямочный ремонт сюда не включаю. Мы не берем. Не берем. Это очередной ремонт, который будет включать в себя полная замена верхнего слоя асфальтобетона на проезжей части и ремонт тротуарной части. А то, что касается капитального ремонта, ну, вот здесь в данном случае я вспоминаю улицу Тургинева. Мы тоже с вами по ней очень много говорили. Мы говорили, что есть там три этапа ремонта. Первый этап уже закончен от моста Тургиневского до улицы Северной. Это был первый этап, и здесь он уже закончен. От Калинина. От Калинина до Северной. Он закончен уже. Дальше второй этап наступит в этом году или придется ждать? Да, мы в этом году возвращаемся к тому проекту, который был выполнен по капитальному ремонту улицы Тургинева от Кубана-набережной до улицы Монтажников. И та часть самая тяжелая, которую мы уже начали делать, ну, тяжелая в чем? В том, что дорога полностью пришла в негодность. Мы ее будем продолжать от улицы Северной до улицы Красный Партизан. Рассчитываем выполнить эти объемы работ. Но в планах, конечно же, стремимся закончить этот проект. А, то есть получается, что и третий этап при достаточном финансировании, и при определенной технике, и, как бы сказать, сноровке дорожников, то есть мы можем закончить и третий этап уже от улицы Красных Партизан и дальше? Этот объект у нас на два года, на 17-й и 18-й. В принципе, мы планируем выполнить объемы этого года. Но при определенных обстоятельствах, конечно, стоять не будем, пойдем дальше. То, что касается, если позволите, пока поговорим все-таки про улицу Тургинева, то, что касается первого этапа, ведь там были грандиозные работы, там не только верхний слой поменяли, там еще, как правильно называется, подушка, да, там тоже были такие работы. То, что касается второго этапа, в таком же объеме будет? И будут ли перекладывать иммуникации? Да, здесь надо понимать, что мы делаем там не ремонт, а капитальный ремонт. Капитальный ремонт включает в себя восстановление всей конструкции дорог. Всей конструкции дорог. То есть, на предыдущем участке мы выполняли работы по восстановлению и укреплению основания и дальнейшие верхние слои асфальтобетона с заменой тротуара, с полной перекладкой тротуарной части, с освещением, с озеленением. Весь комплекс работ, чтобы по окончанию этих работ улиц, дорога была видна и дорога, и улица. В этом, ну, у нас, кстати, возникли очень серьезные проблемы. Это мы выполняли дополнительные работы по замене, по замену ствола для водневой канализации, который, в принципе, от долгой эксплуатации пришел в полную негодность. И пришлось это решать уже буквально... То есть, когда разрыли, это все было видно? Да. Фактически мы напоролись на большие промоины, большие провалы, стали копать глубже, ствол лежит на более глубоком, на более низких отметках. Тогда стало понятно, что ствол необходимо поменять. То есть, с этими же работами мы будем работать и дальше. То есть, получается, как вот с той же самой улицей Селезнева, когда там ее просто перекрыли полностью на определенное время, переложили коммуникации, переложили всю эту вот подушку, и потом верхний слой и так далее и тому подобное. То есть, с Северной будет то же самое? Совершенно верно. Ой, с Тургенева будет то же самое? Транспорт будет перераспределен по другим параллельным улицам. Троллейбусы пойдут, был у нас такой же опыт, пойдут через Аврору на фестивальный микрорайон, и участок улицы Тургенева будет закрыт. Тогда ведь это вызовет достаточно большие проблемы у местного населения. Да, и те же самые троллейбусы, которые будут чуть дольше ходить, там на тот же самый фестивальный. Местные жители, которые живут на улице Тургенева, у них тоже возникнут определенные проблемы. Как долго будет длиться второй этап? Существуют ли какие-то нормативы, какие-то сроки, за которые эту работу нужно выполнить? По крайней мере, на что мы сейчас ориентируемся? Проектные сроки намного больше, чем мы планируем потратить то время на эти ремонты. Но это достигается более активной работой и увеличением техники, и другими техническими возможностями. Но в первую очередь круглосуточная работа. С тем, чтобы уменьшить этот срок проблемной проблемы для города Краснодара. Но не делать этого нельзя. Еще один момент. Мы уже знаем, кто будет подрядчиком. Мы уже знаем, кто будет выполнять эти работы. Почему? Я спрашиваю. Ведь с одной стороны, это качество. С другой стороны, я так понимаю, что та часть, которая уже отремонтирована, и та часть, которая будет капитально ремонтироваться, должна быть определенная преемственность. Чтобы не получилось так. Одна часть улицы держится, я не знаю, там, 10, 15, 20 лет. А вторую нужно там раз в 2-3 года что-то с ней делать. Вот эта преемственность останется? Мы уже знаем подрядчика. Ну, подрядчика мы не знаем. Торгов еще не было. Торги еще впереди. А преемственность, я бы сказал так, что у нас есть проект, и соблюдая этот проект, проектное решение, независимо кто, главное, чтобы были действительно профессиональные дорожники, то та часть, которая была выполнена, не будет отличаться в последующей частью, которая будет в работе. Я думаю, что многие наши зрители, особенно автолюбители, особенно те, которые выезжают, езжают в город, помнят ту ситуацию с Тургеневским мостом, когда там вот этот вот, как он там называется? Температурный шов. Температурный шов, да. Когда мы ремонтировали, причем это было в экстренном порядке, это была, насколько я правильно понимаю, не совсем плановая замена. Мост все-таки чей? Он относится к городу Краснодару, там, к Краснодарскому краю, или к Республике Адыге, или там ровно посередине реки он делится на две половины. И что с ним будет? Потому что, ну, шов, мне кажется, это вот только первый звоночек. Дальше нужно как-то в плановом режиме все это дело заниматься мостом. Мост, это принадлежность, сама конструкция, весь мост, это принадлежность администрации города Краснодара. Но надо понимать, что это цельное сооружение, которое делить по принадлежности просто невозможно. Хотя граница у нас проходит, насколько я понимаю, по мосту, по руслу, посередине русла реки Кубань. Но, во всяком случае, мост — это наш, и наши забоды, и наши все усилия для того, чтобы он работал и дальше. Да, мы уже меняли два температурных шва. Это было года три назад. На сегодняшний день вышли из строя еще два температурных шва, которые мы в этом году заменим. Также проведем ремонт покрытия. А в целом, в целом, вы правильно сказали, пришло время, когда необходимо проводить ремонтные работы в целом, по всему мостовому переходу. Это мы планируем. В этом году, я надеюсь, будет проектное решение по ремонту данного сооружения. Но в последующем будет это выполнено. Тогда мы говорим сейчас, что Тургеневский мост и вообще улица Тургенева — это такая транзитная артерия, если можно так говорить, для города Краснодара, потому что по Яблуновскому мосту нельзя ехать к грузовому транспорту. То есть, получается, только там, в районе Краснодарского водохранилища можно ехать в город или, получается, в Славинский переехать, через реку Кубань. Что будет с грузовым транспортом на время ремонта моста Тургеневского, на время ремонта улицы Тургенева, и как он будет проходить? И дальше, когда все это закончится, вернется ли грузовой транспорт в Краснодар, или мы сможем его в город не пускать, потому что это тоже весь огромная нагрузка на дороги. Ну, надо понимать то, что улица Тургенева — это улица, которая соединяет две федеральные дороги. направление Новороссийск, Ростов. И действительно, сокращая свой путь, автомобилисты, водители проезжают через город Краснодар, хотя есть объездные пути вокруг города Краснодара. Значит, на период работы закрытия улицы Тургенева произойдет и закрытие транзитного транспорта. Наш городской транспорт внутри, который необходим, для работы и жизнедеятельности города будет переоспределен по другим улицам, но это уже будет не тот грузовой транспорт с таким напряжением, не в том количестве. Поэтому, я думаю, мы справимся с этой задачей. В части того, что нужен или не нужен, ну, по-хорошему, по-хорошему, транзит за городом оставить? Да, по-хорошему, да. Здесь почему возникают вопросы? Потому что, двигаясь через город, останавливаясь на перекрестках, на светофорах, покрытие испытывает большую нагрузку, чем если транспорт идет равномерно, с одной скоростью, нигде не останавливаясь и не тормозя. Поэтому, для города возникают серьезные проблемы при движении большегрузного транспорта по улицам. Будем надеяться, что транзит так за городом и останется, даже после того, как откроют улицу Тургенева. В этом месте давайте сделаем небольшую паузу, посмотрим рекламу, потом обязательно вернемся к нашим разговорам. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о предстоящих ремонтных работах на дорогах города Краснодара. Борис Борисович, ну, вот в первой части мы с вами достаточно подробно, мне кажется, обсудили улицу Тургенева. Дальше, может быть, пройдемся по еще нескольким знаковым для города Краснодара улицам. Но прежде чем это произойдет, давайте посмотрим на я не знаю, как это назвать правильно, совещание, встречу специалистов с активистами. Там обсуждалась в том числе и улица Тургенева, ну, и вообще работы, которые предстоит сделать в Краснодарской городской агломерации. Прошу. Ремонт дорог продолжается. В этом году полный порядок приведут улицы Тургенева, Новороссийскую, Дзержинского и Лузана. Состояние этих важных городских магистралей предмет обсуждения без преувеличения более десятков тысяч краснодарцев. О том, что ремонт скоро стартует, рассказали на открытой встрече по вопросам развития дорожной инфраструктуры Краснодара и ближайших к нему районов Северского, Красноармейского и Денского. Все это вместе так называемая Краснодарская агломерация. Участие в обсуждении приняли общественные организации. Краснодарская агломерация в 2017 году должна получить порядка 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. В 2017-2018 годах присматривается направлять средства программы на выполнение именно некапиталоемких ремонтных мероприятий, признанных в первую очередь увеличить протяженность дорог и улиц соответствующих нормативных требованиям. На встречу, впрочем, не только рассказывали о том, что уже решено отремонтировать, горожане могли внести предложения по тем дорогам, которые тоже крайне необходимо привести в порядок. Например, жители краснодарского поселка Индустриальный пожаловались на съезд в поселок со стороны трассы М4 Дон. Там часто случаются аварии из-за большого количества ям. По словам специалистов, опасный участок уже включен в обсуждаемый проект. Всего в границах агломерации более 1300 километров дорог. Из них почти 60% не соответствуют нормам. К 2025 году рассчитывают реконструировать 85% дорог всей агломерации. Обсудили на встрече уже ставший известным в Краснодаре проект «Надземки». Суть в том, чтобы оставить в черте города железную дорогу и пустить к ней регулярные электрички, которые соединят столицу Кубани с ближайшими пригородами. Это даст возможность передвигаться по городу быстро и без пробок. Вот еще несколько улиц прозвучало. Допустим, для меня, как для человека, который пользуется этой улицу достаточно часто как водитель, я имею в виду улица Новороссийская. Здесь какие работы будут проводиться, просто ли мы заменим покрытие, или она может расшириться, и там будут действительно такие серьезные работы. Ну, в передаче, которую мы посмотрели, было сказано о тех работах, которые проводятся в рамках агломерации Краснодарской, и повторюсь, что эти работы будут носить свой характер именно ремонта проезжей части, о чем мы в самом начале с вами говорили, а объекты более капиталоемкие, это объекты, мы про Тургенева с вами говорили, по Новороссийской, от Северной до Шевченко мы выполним также капитальный ремонт, этот капитальный ремонт будет носить с собой восстановление ливневой канализации, этот участок у нас тонет Есть проблема. Проблема очень большая. Также будет доведена проезжая часть до четырех полос, также будет восстановлено, устроено освещение, тротуары, в общем, в полном комплексе эта дорога будет совершенно другая. И мы этим участком фактически закроем тот уже, наверное, лет восемь, мы работаем на улице Новороссийской, начинали от Симферопольской до Лизы-Чайкина. То есть, с той стороны, со стороны. Потом мы прошли и сделали это от Симферопольской, от Лизы-Чайкина до улицы Северной. Но там возможно было пройти на последнем участке ремонтом. Мы сделали ремонт, восстановили проезжую часть, тротуарную часть, а дальше от Северной до Шевченко необходимо выполнить проектное решение по капитальному ремонту. Чем мы в этом году и будем заниматься. Также из капиталоемких это у нас продолжение работ по улице Восточно-Круляковской. По Восточно-Круляковскому также рассчитан объект на 2017-2018 год. В 2017 году мы планируем выполнить по Восточно-Круляковской и Яснополянской до Уссурийской полный объем работ проезжей части, освещения, тротуаров. И по Уссурийскую выполнить шахтной проходкой ствол леоневой канализации и этот последний участок будет уже закончен скорее всего в следующем году. Это то, что касается таких серьезных, как вы сказали, капиталоемких работ, капитальный ремонт или то, что касается Восточно-Круляковской, там, мне кажется, заново нужно с нуля практически все. фактически да. С нуля все делать. Более мелкие ремонты, на что стоит обратить внимание, я имею ввиду, там, может быть, не там, где нужны проектные какие-то работы, а где можно обойтись заменой дорожного покрытия, для того, чтобы разгрузить те или иные улицы. Что мы здесь планируем в 2017 году? Мы планируем 41 дорогу выполнить, и, кстати, сказать, что в этом же году, в этом году прозвучала передача по улице, вернее, по дороге на поселок Индустриальный. Мы в прошлом году выполнили часть восстановительных работ на участке от обхода до Индустриального, вот вторую часть мы сделаем в этом году, это от 1 мая до Индустриального. Еще одна немаловажная проблема для города Краснодара, это переезды, я имею в виду переезда через трамвайные пути, переезда через железнодорожные пути, как поясняется, пока не стоит разговор о том, чтобы железную дорогу, я имею в виду РЖД, вынести за пределы города, что-то из переездов мы будем делать в 2017 году, что-то здесь в этом отношении изменится? В этом отношении по железнодорожным переездам у нас не изменится, но в то же время, в то же время сейчас идет, выполняется проектное решение устройства трамвайного переезда, который значительно разгрузит перекресток Старокубанская Ставропольск. Этот переезд створит с улицы Селезнева, выход из города, планируется по проекту в три полосы выпускать транспорт из города на улицу Мачуги и также в две полосы возможно проезд в обратном направлении на Селезнево. То есть в этом году только проект или мы уже приступим к каким-то работам? Мы уже приступили к этим работам и к концу июня мы эти работы должны выполнить. А, то есть к концу июня у нас уже должен появиться такой нормальный плановый переезд и ему уже можно будет пользоваться. Со светофорным регулированием и так далее. Ну и не очень много у нас времени остается до конца программы. Такие текущие работы, я имею ввиду ямочный ремонт и там обновление разметки. К этим работам мы уже приступили. По крайней мере снега-то нету на улице и мне как не специалисту кажется, что можно уже это делать. Или еще нужно подождать по каким-то другим параметрам, тем же температурным? Ямочный ремонт у нас сегодня продолжается не в большом объеме, но все-таки мы поддерживаем существующие дороги. Более активно ямочный ремонт начнет работать, начнем работать с этим видом работ где-то уже при плюсовых нормальных температурах, это где-то наверное уже середине марта. марта-прель, да? Да, да, и также разметка, это все-таки надо понимать, что это не просто разметка, это нанесение краски на проезжую часть. При минусовых температурах можно нанести, только это ненадолго. Поэтому также при достижении нормальных погодных условий, в первую очередь температурных, мы будем заниматься работой по восстановлению всей разметки в городе Краснодаре. Но надо сказать еще один момент, что на всех тех дорогах, которые попали в ремонт в этом году, мы будем выполнять разметку в пластике. То есть наиболее долговечной, чем краска. Я знаю, что мы эти технологии уже испытывали последние несколько лет, и пластик наносили, и смотрели, как он держится, и там даже использовали какие-то ноу-хау. То есть эти работы мы тоже продолжим? Можно просто посмотреть на эти дороги, которые мы отремонтировали в 2014 году. На них до сих пор нормально лежит разметка в виде пластика. То есть мы уже сегодня видим, что третий год разметка сохраняется. И также надеемся, что после нашего ремонта уже 70 километров дорог будет иметь разметку, которая будет держаться не полгода, три месяца как краска, а несколько лет, хотя бы два года. Спасибо большое, Борис Борисович, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о дорогах, мы сегодня говорили о тех работах, которые запланированы на 2017 год по ремонту, по капитальному ремонту дорог. Выяснилось, что порядка 70 дорог получат в этом году 41 дорога, 70 километров получат свое обновление, а гостем нашей сегодняшней программы был заместитель директора департамента строительства администрации Краснодара. Борис Сухович, большое спасибо. На сегодня это все, увидимся в следующий раз, всего доброго, до свидания. Сбережение до 19% годовых.